Полвека назад, в далеком 1952 году, Демихов поставил первый сосудистый шум на собачье сердце. Эксперимент удался, но для русского ученого изобретение шунтирования не было главной целью жизни. Это открытие стало скорее рядовым этапом в его трудах. Основное, к чему стремился советский экспериментатор, научиться пересаживать все жизненно важные органы. Но на первом месте у него всегда стояло сердце. Теперь, спустя годы Медитон, впервые в мире произвел пересадку второго дополнительного сердца собаки. Донорское сердце отстукивало свои вызовные в грудной клетке животного наравне с родными. В том же 1946-м Владимир Петрович проводит более сложную операцию. Он первый, кто делает полную замену сердечно-легочного комплекса. Пес тогда прожил 6 суток. Это была победа. Для такого эксперимента Демихов разработал специальную методику, позволяющую произвести трансплантацию без применения аппарата искусственного кровообращения. В 1947-м году ученый делает перед... Не забывая о сердце, Демихов поднимается на новую ступень трансплантологии. В 1954-м году он вновь заглядывает в будущее. Ему удается сделать двуголовую собаку. На тело большого пса пришивается голова и часть туловища маленькой собачки. Очевидцы утверждают, что у каждой головы после операции сохранялся свой прежний характер. Большой ласковый пес никак не мог повлиять на новую часть своего тела. Маленькое кусачее животное продолжало быть агрессивным. И вот что еще интересно. Во всех двуголовых экспериментах можно было наблюдать процесс так называемого омоложения. Например, коллеги доктора Демихова обратили внимание, что на пересаженной голове старой собаки потускневшая шерсть уже через неделю-другую начинала блестеть. Очевидно, это происходило из-за того, что старая голова теперь полноценно функционировала на молодом теле. Единомышленник и верный помощник Демихова Владимир Михайлович Горяйнов был соавтором двухголового эксперимента. Каждый эксперимент с двухголовой собакой длился в среднем около месяца. Подопытные животные часто гибли, потому что основное тело во сне могло перевернуться и невзначай придавить пришитую голову. Прихотяминировали вместе с сигналами первого спутника Земли. Пресса тех времен была благосклонна к таланту Владимира Петровича. Стали появляться статьи его экспериментах то в одной, то в другой газетах. А затем и кинохроника позволила ученому высказаться на всю страну о перспективе пересадок. Сейчас, может быть, нам приходится... Продолжение следует... Продолжение следует... Около месяца. Подопытные животные часто гибли, потому что основное тело во сне могло перевернуться и невзначай придавить пришитую голову. Прихотяминировали вместе с сигналами первого спутника Земли. Пресса тех времен была благосклонна к таланту Владимира Петровича. Стали появляться статьи его экспериментах то в одной, то в другой газетах. А затем и кинохроника позволила ученому высказаться на всю страну о перспективе пересадок. Сейчас, может быть, нам приходится... Продолжало быть агрессивным. И вот что еще интересно. Во всех двухголовых экспериментах можно было наблюдать процесс так называемого омоложения. Например, коллеги доктора Демихова обратили внимание, что на пересаженной голове старой собаки потускневшая шерсть уже через неделю-другую начинала блестеть. Очевидно, это происходило из-за того, что старая голова теперь полноценно функционировала на молодом теле. Единомышленник и верный помощник Демихова Владимир Михайлович Горяинов был соавтором двухголового эксперимента. Каждый эксперимент с двухголовой собакой длился в среднем винного кровообращения. В 1947 году ученый делает... Не забывая о сердце, Демихов поднимается на новую ступень трансплантологии. В 1954 году он вновь заглядывает в будущее. Ему удается сделать двухголовую собаку. На тело большого пса пришивается голова и часть туловища маленькой собачки. Очевидцы утверждают, что у каждой головы после операции сохранялся свой прежний характер. Большой ласковый пес никак не мог повлиять на новую часть своего тела. Маленькое кусачее животное... Теперь, спустя годы, Медитон впервые в мире произвел пересадку второго дополнительного сердца собаки. Донорское сердце отстукивало свои вызовные в грудной клетке животного наравне с родными. В том же, в 1946 году, Владимир Петрович проводит более сложную операцию. Он первый, кто делает полную замену сердечно-легочного комплекса. Пес тогда прожил шесть суток. Это была победа. Для такого эксперимента Демихов разработал специальную методику, позволяющую произвести трансплантацию без применения аппарата искусства. Полвека назад, в далеком 1952 году, Демихов поставил первый сосудистый шум на собачье сердце. Эксперимент удался, но для русского ученого изобретение шунтирования не было главной целью жизни. Это открытие стало скорее рядовым этапом в его трудах. Основное, к чему стремился советский экспериментатор, научиться пересаживать все жизни на важные органы. Но на первом месте у него всегда стояло сердце.